Ты носишь маску чуть-чуть неправильно, ничего страшного, да? Прививка у тебя есть? Нет, потом сегодня или завтра сделаю. От гриппа, да? Нет, от карантина. От карантина прививка? Вот бы нам тоже всем от карантина прививку было бы круто. Тебе тоже от карантина прививку, да, сказали поставить? Да. А что маску не носишь, неудобно? Неудобно. Ну, правильно, мне тоже неудобно. Меня руководство телеканала Хабар 24 заставляет просто, тут надевай маску и все, понимаешь, на работу. А мне вот так вот хочется. Видишь, я вот так красивая, помаду хочу показать, а не кому. Вот жизнь началась, да? Да. Жизнь на самом деле сейчас у детей непростая. Одни мучаются на дистанционном обучении, другие в дежурных классах, но в условиях ограничений. Вот соседа зоопарта, к примеру, нет. Все сидят по одному. Списывай дня у кого, да? Да. На переменах не побегать, вместо этого танцы организованные или зарядка. Уходить домой тоже, как в армии, в строю, один за другим. На входе проверка температуры и обязательно сидеть весь урок в маске, даже если она на тебе не там, где положено. Как это изменилась у тебя жизнь-то в условиях карантина-то в школе, а? Нет, не знаю. Мы сегодня проверим, как дети учатся в дежурных классах, как здесь соблюдают санитарные нормы. Ну и поговорим немножко на тему о том, а может быть, эту практику уже перевести на всех детей, и, наконец, учиться традиционно, нормально получать образование. Вы смотрите программу «Проверено». Меня зовут Вера Захарчук. Здравствуйте. Расскажете все самое интересное, да? Да, конечно. Они все равно толпой собираются. Ну какая разница? Они все равно все без масок, правильно? Потому что, ну это же дети. Поэтому, ну будет здесь сейчас вот 10 человек или уже 20, уже смысла, говорят учителя, нет вообще. А учителя вас не ругают за то, что вы без масок? А у вас детишки, я прошу прощения, не все в масках, да, ходят? Вы, в принципе, разрешаете? Нет, в масках, да. Иногда разрешаю, потому что им так неудобно, когда писать. А во время устного задания, то тогда маску снимаем, а то некоторые дети не слышатся. Тебе удобно за 30 минут в маске-то сидеть? Удобно? Да, точно. Но я смотрю, ты как-то халтуришься. Начнем с первого этажа. Дети в коридорах толпу не создает. Три входа обозначены цветом, по этим стикерам на полу потом все и двигаются. Ну и, как положено, проверка температуры. Эта термометрия, честно говоря, как будто больному примочка тоже говорят. Нет? Нет. Нет? Не примочка? Нормально работает? Нормально работает, да. Можете измерить? Ну, вот я всегда, где бы ни измеряла, вот... 36,6. 36? И всегда 36,6, понимаете? А ну-ка, ваш... Сейчас, это теория вероятности. Особенно, когда заходите... 36,3 человек. 36,3, ну ладно. А вы здесь кто? Охранник? Учитель. А, вы учитель? Ой, я думала, вы отдельных людей набрали, чтобы, знаете, там... Наши же сотрудники, да. Это наши. А вы учитель чего? Самопознание. Самопознание. Поэтому вы тут и сидите, самопознанием занимаетесь. Не все учителя дежурят. А те, которые... У них, как бы, уроки, получается, полностью на дистанционном формате. А если все дети сейчас пойдут, тоже так же у вас учителя будут по очереди дежурить здесь? Ну, вот, опять же, это тоже трудный вопрос. Учитель, у него функция еще какая? Он сопровождает ребенка. Принимает у родителя. Дальше сопровождает в кабинет. У каждой школы есть своя система, чтобы у ребенка лишний раз стресс не было, потому что у ребенка, я думаю, что вот проходить через туннель – это тоже стресс. Привет. А ты через туннель проходил? Нет? А что, боишься? Боишься? Ё-моё. Пойдем со мной пройдем. Ты, в общем, с папой, с мамой не боишься, а один боишься, да? Вот тоже как бы специфика, что делать. Поэтому и учителя должны здесь стоять, да, а не просто персонал, да, а именно учитель. На самом деле, я сама его побаиваюсь. Он у вас как-то страшно выглядит. Это полу-недоделанный туннель или чего? Или он такой должен быть? Это вот обычно с крышей или это такой термометр? Нет, он уже вот здесь вот термодатчик движения. Когда заходите, он уже срабатывает. А, он дезинфицирует, да? Да, дезинфицирует. Ой, он вкусно пахнет. Где купили? У завхоза спрашиваю. Где вкусный купили дезинфициально с фирмой? Специально с фирмой? Как называется? По спекулятивной цене, да? Нет, по договору. А, по договору. Некоторым родителям это не нравится, что ребенок проходит через туннель. Почему? Ну, говорят, что впрыскиваете, непонятно, что. А вы непонятно, что впрыскиваете? Нет, почему? Мы же проверяем это все. Я еще понюхаю. Мне кажется, это просто мыло разведенное. Нет. Могу показать антисептика. Я пробовать не буду. Он вообще спиртом не воняет. Я решила все-таки убедиться, что за жидкость использую для дезинфекции и отправилась на склад. С этим раствором мы делаем разбавление с водой. Инструкция тоже имеется, сертифика тоже имеется на этот товар. Дезинфекторы с этой жидкостью есть и перед входом в каждые классы. Снова термометрия. Ну, первая смена приходит, и мы сразу измеряем температуру и пишем каждого ребенка. А с какой вышел пишете? Да, пишу. Это внизу уже, при выходе. После каждой смены в кабинетах влажная уборка. Только пол моете, да? Или все протираете? Апай? Апай оказалась неразговорчивой. Ну, понятно, некогда человеку. Тут надо до прихода второй смены все полы успеть протереть, парты и даже стулья. Работы прибавилось у вас, да? Все, две. Да нет, мы вас красиво снимаем. А вы сейчас уборщицам-то больше платите за это? Работы-то прибавилось у них? Нет, потому что не вся школа же функционирует у нас. А, понятно. В общем, работы прибавилось, зарплаты нет. Все понятно. То, что недомоют, возможно, уборщица провакцинируют вот такими лампами. Но вы не после каждого урока, да, их ставят? Она уже так прямо завоняла, эта кварцевая лампа, ну, значит, работает. После 15 минут кварцевание, потом проветривается. В общем, нарушений карантинных мер мы никаких не нашли, как и недавно приходившая в эту школу комиссия и санитарные службы. Но спросим еще у родителей. Ой, а вы за внуками пришли, да? Забрать детишек? А то мы вот проверяем, как здесь санитарные нормы соблюдают. Как, не жалуетесь вообще? Да, нет. Нет, нам нравится. Мы даже хотим, чтобы продлили дальше. Говорят, что в октябре еще решат этот вопрос. Ну, никто не заболел, да, сказать бабушка-то, да? Ой, слава богу, слава богу, нету. Кстати, с начала учебного года в Нур-Султане заболели коронавирусом шесть школьников. Из них пятеро детей находились на дистанционном обучении, а один ребенок посещал дежурный класс. Ну, в принципе, можно так и всех детей уже. Я имею в виду, всем традиционно разрешить. Или вы против, чтобы ваш ребенок... Нет, 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 я за. Я двумя руками за. Допустим, у нас в школе 2700 детей. Если все они будут приходить, это уже осложнить работу, сохранить дистанцию. Во-первых, трудно это будет учителям, потому что это во сколько смены они должны работать, да? Я понимаю, если бы у меня, допустим, в школе выучились бы тысяча детей, я бы мог спокойно то есть организовать. Конечно. Ваш ребенок учится там, где 12-15 детей, а завтра он будет опять там, где 30-35. Не переживаете? Ну, вот этого, конечно, страшновато, но не знаю даже. Вот теперь боюсь уже. А есть родители, которые боятся, реально боятся, которые потеряли от коронавируса своих родных. Они боятся. Они боятся давать своих детей в школу. Почему? Потому что нет пока еще гарантий. Гарантий на самом деле сейчас никто не дает. Страшно и заболеть, но и получать образование хочется полноценно, по-человечески. Просто вот этот онлайн, вот эти маленькие первоклассники, они вообще не понимают. Сидят, глаза мне хлопают и не знают, что. Или отвечать, или вопросы задавать, не знают. Вопрос стоит именно к компетентным органам. Это здравоохранение, это там СЭС, не знаю. Они должны владеть конкретными ситуациями, конкретными данными, да? Анализировать, прогнозировать. И вот тогда, пожалуйста, в принципе, в школах есть все условия. Ну, по крайней мере, я отвечаю за свою школу. У нас есть все условия, чтобы организовать правильно дистанционную, как и дистанционную, так и традиционную. Школы города Нур-Султан, они все готовы принять, всех учеников с 1 по 11 классов. Но это зависит же не от министерства образования, не от директора школы. Это зависит от постановления главного санитарного врача. Санитарные врачи, они с кем советуются, когда принимают решения, вот конкретно? Ну, они смотрят эпидемиологическую обстановку данного региона. Вот сегодня, я сот раз встала, посмотрела статистику. 79 зараженных коронавирусом, да, за день, всего лишь. В стране, в стране встает вопрос. Давайте по чуть-чуть. Никто не говорит сразу разом. Вот сейчас, да, поэтапно. Вот сейчас начальная школа, раз, давайте добавим еще 2 класса, да, там недельку, потом следующий. Если, например, примут решение о поэтапном введении, мы бы, конечно, хотели бы, чтобы и пятиклассники пришли в школу, да, чтобы они посмотрели своих учителей воочию разных, с которыми еще они тет-а-тет не познакомились. Поэтому поэтапный переход было бы хорошо. Фу-лайн невыгодно. Мама на работе, у меня голова не пашет. Ой-ой, это вообще невыгодно. Тут и не только первоклассникам никому невыгодно. Но у учителя, конечно, работа прибавилась, потому что ребенок, он же и 24 часа в сутки, он может любое время позвонить, спросить, написать на почту и на ватсап. У учителя очень, вот у меня, например, сейчас, да, очень большая нагрузка, потому что я не могу ребенку сказать, у меня сейчас там другая же работа. А как-то законодательно же тоже у нас нет законов таких, как вот организовывать труд преподавателя, извините меня, на дистанционном формате. Нет, учителю оплачивать за проведенные часы. Но это по факту, по факту, что я выгружаю его работу, даю комментарии, это не оплачивается, конечно, но учитель это призвание, поэтому ради качества знаний ты делаешь это. Понимаешь, что я делаю. Пожалуйста, пожалуйста, разрешите всем детям в школе учиться. Маски будем носить, правильно? Обязательно. Станцию будем соблюдать. Соблюдать, обязательно будем. Температуру будем проверять. Даже дети сами это знают, что надо соблюдать, что маски. Они уже дрессированные дети. Будем витаминами их кормить. Мы их кормим, бешпармаки едим, вкус пьем, чтобы организм был вот такой. А те единицы родителей, которые боятся, у которых детки иммунитет слабенький, пожалуйста, сидите дома, можно и дистанционно организовать. Да. Субтитры сделал DimaTorzok